друзья всем привет вот хочу рассказать на какую снасть я ловлю и рыбу плотву уклейку носил белую мирную рыбу сейчас сходил машину нас пока самый залет заняться нечем вот дом перебираешь ходил машину взял удочку принципе ничего я не готовил для вас я буду рассказывать о моих снастях которые я ловлю уклейку видео может уже посмотрел видели посмотрите сразу ребят скажу носите и возите удочки обязательно чекла тем самым вы прекратите их от поломок поломок катушек которые такие достаточно очень хрупкие и когда вы на машине да и не только машин там автобусе где угодно не обломать последний кончик я уже так обламывал бросал удочку машину думаю перееду на другое место и все вот это моя рабочая удочка на которой я начинаю открывать весенний сезон по ловле уклейки плотва что он начинает ловиться это 5 метров к удочка тесты и и сейчас я прочитаю 10 30 грамм 5 метров не буду делать и не говорить как я монтаж делаю сейчас немножко только вот разберу ее основная леска ребят у меня тонкая но может еще 208 применить но я применяю такую конкретно оснастки давайте расскажу как состоит у меня из каких компонентов стоит удочка поплавок я ставлю ребят не более одного грамма ни одного грамма ферма салма сменными антенками сейчас не буду она хорошо меня закреплена ребят если у кого-то они вылетают там при забросах причастных или просто как говорится гнездо расходится можно взять по пакетик пакетик целлофановый и вопнуть типа зафиксировать антенки и желтые и красные желтая антенка это когда более пасмурная погода красная когда солнце чтобы было заметно поклевку на реке никаких я вертушков и плаков не ставлю меня леска вся основная получается от катушки до завершая завершение это крючок вся основная ноги может меня будут критиковать и говорить зачем ты это делаешь до большой шанс потерять всю оснастку но не знаю я рыбачу так не нравится ну ловим так а крючок я применяю 16 номер фирма ну давайте скажу фирма волжанка с маленьким цевьем с тонкой проволокой почему с тонкой потому что весенняя рыба настолько как говорится нежной поклевки нежно клюет более тонкая проволока получается пробивает губу гораздо эффективнее чем толстая проволока также на основной леске я разместил 3 грузика 3 грузика а грузки поплавка все разного грамма самый тяжелый грузик ближе к поплавку и потом постепенно эти грузики я не фиксирую не фиксирую их жестко а чтобы они передвигались вот вам я покажу и нижний двигается можно довести буквально сантиметров 7-10 и средний двигается и верхний двигается все очень легко зачем я это делал потому что день на день и рыбалка на рыбалку не приходится рыба бывает более капризная и не знаю на что она и как будет реагировать тем самым я могу удлинить длину поводка сделать ее около 20 сантиметров также могу и уменьшить если ловим в придонном слое часто были такие случаи что поводок чуть не на полметра делал я но это не поводок получается длина и когда у нас начинает падать сейчас помогать когда начинает у нас падать поплавок забросили и вот это поводок который у нас остается он начинает постепенно опускаться не резко сразу постепенно тем самым рыба в придонном слое порядка наверное сантиметров 30 уже начинает реагировать и возможно при этом поклевка также если вы ловите в проводку то у вас основной груз где-то идет поднул где-то так а это где-то у нас зависит от течения будет гулять и тут я так вам рассказал да горю леска 2 0 0 1 очень тонкая фирма салма салма поплавок 1 грамм 1 грамм тоже салма 3 грузика я ставлю 3 достаточно не советую ставить один грузик чтобы сразу его огрузить хотя бы два минимум и сам крючок 16 номер фирмы волжанка сейчас я это все уберу и так друзья что я собой беру еще вот у меня такой рюкзак сейчас давайте будем доставать из него все что необходимо на рыбалку это наживка опарыш в основном вот так трудно достать вот такая аптечка на рыболовок и ее называют этот мои здесь все такие мелкие вещи обязательно берите тряпку чтобы руки вытирать вода холодная 2 у таких пенала школьной принадлежности еще два у таких пенала его папа и вот нож нож это может где-то кустики подрезать торготурку сделать и знать может готовить так тряпку я выберу ее тряпку убираем и так этот основные вещи которые я беру с собой на рыбалку на весеннюю по ловлю клейки плотвы и другой мирная рыба давайте начнем нож необходим необходим на рыбалке обязательно уберем его сумку опарыши я нашел в такой баночки баночки называется дозатор опарыша но многих рыбалок магазина продается знаете да очень удобного его в карман положил и вот с помощью нажатия рук мы начинаем вот достали опарыша достали опарыша насадили и обратно в карман не надо открывать баночку всего дома все комфортно так это тоже уберем это тоже необходимость это в сторону берем давайте поговорим о пеналах один пенал это у меня с разными лесками с тонкими более потолще леска даймонд 016 от теми но 01 и вот появилась сейчас такая отрезка 01 миллиметра 3d сны еще и и не проверяли это у меня пенал с лесками на всякий случай как говорится вот этот пенал у меня с разными номеров крючков крючки и вертлюжки стопы реки все лежит аккуратно все не промыкает случае дождя даже если случае какой-то поломки там ногой стали на рюкзак либо просто где-то у вас лежит все комфортно все классно кстати стоит очень дешево порядка 20-30 рублей в канцелярских магазинах также у меня есть вот такие два пенала я называю это рабочий инструмент для рыболова что я в них что я не храню я храню у них разные поплавки на разные на разные виды ловли на разную рыбу покажу вот это основной пенал у меня который я показал здесь у меня имеются как говорится про запас и не про запас бывают многие на рыбалке походят спрашивают нет личного поплавка потому что весенняя рыбалка она зачастую бывает печально в плане потеря поплавков это вот гусиное перо самый простой самый такой классическое и вот здесь пошли вот такая сигаретка у меня находится крепление в одной точке очень классно проводку на него ловить вот тоже сменными антенками поплавки это 3 грамма а более сильном течении вот такая вот три поплавка поле их называют вот на одном я нанес меточки маркером белым вот этот поплавок у нас сейчас я посмотрю 0 2 грамма на уклейку очень нежный очень такой чувствительный очень много поплавков да чем больше тем лучше сам конечно их не всегда ими пользуюсь но бывают такие случаи что кого-то надо выручать сейчас вот уберу вот такая поле более компактная огрузка ее два с половиной грамма разные граммов к у меня существует все классно ничего не сломаешь не раздаешь даже если раздаешь поплавки останутся живы ну здесь тоже меня поплавки тоже здесь более такого ну как бы лучше качество лучше качество и тоже разных диапазонов разные антенки видите где-то желтенькие где-то красненькие я уже говорил это в зависимости если солнечный день то мы одеваем красный антенку если пасмурный то так если солнечный то мы надеваем красный из пасмурной желтый все это вот тоже это необходимо опять складываем в рюкзак получается у нас в рюкзаке нож два таких пенала с леской и с крючками и сверхтружками поднадлежности кстати можно не обязательно два таких кейс наносить достаточно одного свои любимые плавки возьмите так наживку мы тоже убираем наживку давайте теперь покажу мою аптечку рыболовы но здесь конечно такой хлам находится но все-таки есть давайте открою это у меня баночка грузил обязательно нашу собой клей супер клей потому что где-то бывает что-то надо подклеить 2 баночки кстати у меня но они разные по граммовке разные вот такие советские старинные пассатижи для сжатия и рожатия грузила тоже по одному пакетику вертлюжки крючочки есть леска же опять есть наждачка обязательно нулевочка бывает крючочек по тупице и не охота его поменять немножечко шваркнуть привязать вот такая вот аптечка аптечка тут такой конечно меня хлам находится но самые необходимые вещи здесь нужны тоже кладем сюда в рюкзак рюкзак у нас готов кстати очень удобно с рюкзаком поплавочная удочка бегать не надо ничего там переносить одел на спину с одной точки поменял вторую третью четвертую пятую я может не сказал где хранить рыбу весной когда еще погода недостаточно такая теплая рыбу храню которую поймаю в пакете беру обычный плотный пакет чтобы он не как бы не то что не протекал чтобы от него там с рыбы не скапливался ничего не капала в рюкзак и все достаточно садки я не ношу прокладную погоду садки это надо вынимать это надо шуметь рыба там травмируется чешуя слетает и занимают место вот так вот рассказал про удочку да удочка очень нежная леска 01 01 вся на протяжении всего строя никаких вертушковой байпаса там поводков никаких нету поплавок один грамм это как максимум три грузика огружены двигаются они у нас по самой леске тем самым регулируем длину поводка крючок 16 номер на эту удочку ловится рыба как 5 грамм так и я вынимал в районе килограмма если рыба же опять даст тебе шанс потому что даже бывает 300 граммовый карась и либо окунь обрывает как говорится как волосок опять же повторюсь обязательно не забывайте одевать чехлы не забывайте тем самым предотвращаете от поломки удилища удочки сейчас у нас и дешевые надо беречь и сам чехол сам чехол обязательно вот такой мой как вещь мешок на рыбалку на уклейку весеннюю на плотву на густерку на всю мирную рыбу достаточно легко все нужные вещи мы собрали конфликтовали все одели на спину и пошли искать своей любимую рыбу которую вы ловите ребят всем спасибо за просмотр кому понравилось естественно поставьте палец кверку если не понравилось палец книзу обязательно пишите комментарий может что-то где-то я не так сделал не так сказал поправить напишите как вы ловите по весенней погоде по по весенним разливам у себя в регионах все всем спасибо за просмотры все до новых встреч скоро у нас самоизоляция думаю пройдет и мы уже будем ловить непосредственно на водоемах и будем показывать как это все работает все пока пока ребят пока а че это вы здесь делаете а чину то уже кончилось жизни ю вы я